Фил Хоуз в UFC себя зарекомендовал, как такой любитель зарубиться. Осмотрел его хайлайт перед боем, на что особенно внимание обратил? Да, он смотрел, изучал его бои. Там мой назывной пацан, он не разный игрок, в левую стойку дрался. Чуть-то я плохо поймал, он на левую стойку встал и чуть-чуть запутался на пару секунд. Из-за такой любви Хоуза, так скажем, к рубке, ты из-за этого довольно так осторожно начал, на дистанции удержал в самом начале? Да, я планировал на дистанции отстреливать его, если он в борьбу залезет, повязать его. И он как-то стойку поменял, и я думал, вот сейчас он поменяет, сейчас поменяет обратно свою правую стойку встал. Он не менял это, остался в левой стойке. И чуть-чуть по ходу боя пришлось перестроиться. С угла тоже кричали мне, руку-ногу кинь, руку-ногу кинь. И, короче, не так, как я понял, все в начале шло. Я думаю, он сам полезет бороться ко мне, я думаю, на дистанции буду отстреливать, он сам полезет бороться. И оттуда уже раскачаться, я думаю. Вот примерно на 15 секунде боя хоус выбросил такой правый кросс, и тебе даже пришлось уклоняться от него. Насколько это было опасно с твоей точки зрения? Как думаешь, такой пушечный удар, если бы долетел, что было бы? Парень бьет как поезд. Он не слишком хорошим ударом мне в голову попал. Довольно ощутимые были они. Я знал, что зависать с ним не придется, просто... Я же говорил, что он... Как это сказать, даже не знаю. Я запутал, он меня стойку поменял. Я не знаю, какую-то тактику они подобрали. Но удары очень ощутимые, очень тяжелые были. Пару пропустили область головой. А вот этот момент для тебя был самым опасным в бою? Или какой-то момент ты почувствовал наибольшую опасность от него? Нет, я уже стойку поменял. Эти кики начал кидать. Мне чуть время нужно было выдавать это все. Я уже потом собрался, послушал угол. Как они сказали, правую руку, правую ногу кинул, попал ему. Дальше я уже все видел, все четко было. А вот где-то получается отрезок 10 секунд перед нокаутом. Ты дважды терял равновесие. То есть выбросил хайп-кик, не удержался, на колено упал. Потом был момент, когда ты выбросил локоть и пошутнулся. Это из-за чего ты сильно вкладывался в удар или что это было? Нет, нет. Я правую руку кинул, он голову отпустил и хотел на голову достать. И так получилось, что ему колено попало. Мне кажется, вот это колено попало, когда я его чувствовал. Это его и ушатало. И как-то она, то что колено попало, это лицо и чуть-чуть равновесие потерял. Я уже давить начал на него, уже хотел. В принципе, я чувствовал, что он уже помяг по мелочи. Друзья, в этой небольшой паузе хотим напомнить, что ставки на спорт лучше всего делать у наших партнеров из Бэтсити. У Бэтсити высокие коэффициенты, большой выбор спортивных событий и лучший бонус для новых игроков. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, регистрируйтесь и забирайте до 100 тысяч рублей. Помимо крутого бонуса, в мобильном приложении Бэтсити вас ждут тысячи спортивных трансляций. Все бегом в закрепленный комментарий. Я увидел, что он без сознания лежит. Какие мысли были? Я почувствовал, я ему очень хорошо попал. Удар очень плотный получился, быстрый попал. Я уже понял, что он не станет. Мысли, какие могут бой закончить за все самые радостные эмоции? Эмоции зашкалили. Такие мысли особо не бывают. Но я хотел, честно говоря, побороться тоже с ним. Планировал побороться с ним всю дорогу. Думал, что борьба у нас по-любому будет. Но я до этого не довелась. Ты вообще удивился, что так его вырубил, можно сказать, глушняк такой получился? До этого у тебя не было таких нокаутов? Нокаутов не было. Я так сильно не удивился, честно говоря. После колена я почувствовал, что он обмяк. Я как-то уже догадывался, что я уже прикончу до конца раунда. Крам, а ты сейчас, получается, остался в Америке? Ты, наверное, планируешь как-то дождаться какого-нибудь предложения? Может быть, от UFC выйти на коротком уведомлении? Нет, нет, я поеду, я просто завтра летаю домой, чуть поеду домой. У меня такой кемп получился чуть тяжелый. Я болел. И 8 месяцев Рамадан же был. Мне бой дали прямо перед началом Рамадана за 6-7 недель. И уже отказаться варианта не было. И весь Рамадан утром-пост держали, а ночью мы тренировались. По-тяжелому это все было. Я думаю, это определенную нагрузку дал на организм. Сейчас начат восстановиться пару недель. И уже потом к новому вызову. А ты говоришь, болел. А что именно было с тобой, можно сказать? Я приболел до Рамадана. Грипп, температура была. Сильно приболел. И кемп начал. Сейчас прямо перед боем кашлял сильно. Тоже опять кашлял появился. Заболел. И даже в автобусе когда ехали. Развивался тоже сильно кашлял. Я знал, что я в голову себе поставлю, что я болею. Что я обмякнусь сразу. И власть. Убрал с головы полностью. Надо было уже подраться. Вот бой закончился. Приехал сюда. Сильно болею. Давай я нормально спать не могу из этой болезни. Просто там бою надо было. Эту болезнь в сторону убрать и подраться. Слушай, я вот смотрю, ты сейчас прямо кашляешь. Как будто все серьезно у тебя. Сейчас какие-то обследования будешь проходить? Я думаю, это грипп какой-то. Уже два дня нормально спать не могу. Переболел я сильно. Но тренера тоже волновались перед боем из-за этого кашлял. У меня еще такое было. Я там медовследование проходил. Они мне проверяли легкие. Я думал, что они ничего не услышали. Еще не давалось снимать с боя. У меня такое опасение было. Старался легко дышать. Я не говорю, когда сильно дыши. Старался дыхание контролировать, чтобы там ничего не услышали. Температуры не было у тебя? Сейчас нет тоже. Температуры нет, наверное. Температуры, по-моему, нет. Я измерял, по-моему, нет. Тебе удивительно не дали бонусы за выступление вечера. Разочарован. Не пытался узнать, почему так. Потому что номерной турнир Данавайт обычно раздает бонусы. А тут, по-моему, вообще грех было не дать. Ну, я не знаю. Я тоже до последнего думал, что бонусы у меня будет. Вроде других нокаутов тоже не было. Что-то они меня за бортом оставили. Там были нокауты, но у тебя, по-моему, вообще лучший нокаут был вечера. Да, все тоже писали, все тоже подравляли. Бонус, бонус, бонус. Ну, до меня ничего не дошло, короче. Вот ты сильно удивил такой нокаутов, учитывая, что ты как бы борец. И вот последний, кто также удивил в этом плане, был, наверное, Умар Дурмагомедов, который в январе Раоне Барселоса тоже вырубил. И вот было мнение, что это такой лаки-панч от Умара. Ты наверняка видел, как Умар на тренировках работает. Можешь его удары на руки оценить? Умар очень сильно прогрессирует. Умар очень любимый пацан. Я думаю, этот парень будет чемпионом. Он, знаешь, как он с каждым бодом, с каждым месяцем прогрессирует над пацаном. Там видно бывает, как он растет. Я не думаю, что это лаки-панч. Они отрабатывают всякие разные вещи. А вот ты из бойцов школы Абдулманап и Нурмагомеда, ты бы кого лучшим ударником назвал? Ударником... Не знаю, все пацаны там в какой-то степени хорошие. Ударником в борьбе отличить от кого-то я не могу считать. А вот так же бывает. Зайнуков, Чанко Зайнуков. Магомед Зайнуков. Он самый крутой ударник наш. А были моменты, когда он тебя впечатлил чем-то? Кто это? Зайнуков? Да. Ну, конечно, парень, пятикратный чемпион мира по тайскому боксу. Как он может не впечатлить? Вот ты выступал в Брейв долго. Наверняка знаешь Абдула Абдурагимова, который там тоже много боев провел. Наверняка ты видел его бои. Вот Абдурагимов планирует в UFC перейти, и он там будет выступать в легком весе. Вот в интервью мне он говорил, что грэпплинги превосходят Махачева. Как считаешь, может ли он, вот грэпплинг Абдула может в чем-то быть лучше, чем у Ислана? Абдула, так, знаком, пара драйвих на турнирах вместе. Так, на соревнованиях видео, но так я так не знаком с ним. Знаком тоже, чем я так с Абдурагимов не общаюсь. Все так думают, пока с Махачевыми не схочнется. Все так думают. Так что, не, я не думаю, что в грэпплинге Махачев все-таки произойдет. Я так не думаю. Махачев чемпион, ему надо сейчас подраться, показать себя. Потом уже будет видно. Легко весил 100 человек, сколько человек за всех. Голову смотрит Махачева заборит. Если кто-то мог его забрать, я думаю, его уже забороли бы за это время. В комментариях под прошлым видео, под прошлым интервью с тобой на Ушатайке, многие пишут, что ты внешне очень похож на Ислама. А ты сам это замечал, сходство? В Америке тоже бывает, часто подходят. Ислам, 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 говорят. Короткую прическу делал, чуть борода не сидел. Хабиб, говорят. Походу они вот так путают нас. Кавказцы все на лицо, на одно лицо походу говорят. Играм, ты после боя вызвал бой Никола, чтобы, так сказать, сверить ваши навыки борьбы. Вот если к вам бой организуют, может ли быть такое, что ты с ним решишь в стойке драться? Да, конечно. Бон Накол вызывал дагестанцев. Он писал, что хочет бой с дагестанцем, что покажет борьбу дагестанцам. На то время мы с Аляска только в этом дивизоне были, как я знаю. Он, наверное, хочет, наверное, бой. Если бой дадут, то, конечно, не будет. В UFC сейчас такой есть, может быть, тренд, что ярко стрельнувшим дебютантам дают сразу соперников из стоп-15, из стоп-10. Вот из последних примеров Абус Магомедов подерется с Шоном Стрикландом, как раз в вашем весе в среднем. Может, тебе тоже стоило сразу на топа замахнуться? Все-таки Никола, ты его вызвал, но его аккуратно, скорее всего, будут вести? Может, стоило сразу вызвать кого-то? Бон Никола я вызвал, потому что он вызвал дагестанцев. Не надо было ответ дать. Мы не можем без ответа его оставить. А что касается, да, если UFC не предложит любого, то я соглашусь, конечно. Но не хотелось бы, конечно, с дагестанцем, даже с Абусом. А так, если они мне предложат бойца из топ-5, из топ-10, то, конечно, мы не искали. С удовольствием при нем боюсь. Тебе, в принципе, в каждом интервью задают вопросы о Хамдате Чимаеве. У тебя нет ощущения, что то поражение тебе, в принципе, в карьере только помогло? То есть сейчас тебя это только может продвигать в UFC? Помогло, я на это поражение смотрю так. Это поражение помогло переосмыслить. Переосмыслить движение боя, переосмыслить тренировочный процесс. Переосмыслить, что нельзя менять веселые категории и все это. Поэтому любой бой, неважно, выиграл ты или проиграл ты головой дружи, что ты растешь на этом бое. Она делает тебя опытнее, делает тебя сильнее. В моем случае, да, проигрыш конкретно мне дал такой толчок. Я многое поднял в своей жизни. В том числе тренировочном процессе. Вот, Икрам, ты обои с Чимаевым говоришь сейчас, что пока рано эту тему, так сказать, раскручивать, потому что он в топе, ты пока только начинаешь путь в UFC. Но в то же время ваш бой, в принципе, если возможен, то в среднем весе. А Чимаев пока в среднем весе ни одного боя не провел, его в топ-15 нет. Поэтому, может быть, например, если Чимаев, он же сейчас вроде планирует переходить в средний вес, может быть, для его перехода в средний вес ваш бой как раз и будет неплохим вариантом? Слушай, это такой вопрос, Евгений. Сейчас много злых языков бывает в комментариях. У нас, ты же знаешь, Чечня, Дагестан, муратские народы. У нас что-то такое личное скажешь, там начинается такая родина, злые языки. Начинается тераполировать друг другу. Там чуть ли не последний в комментариях на кипишу стреки друг друга не набивать из-за этой темы. Поэтому я скажу так, я говорил не разу, да, Хамзат Чимаев, я ему желаю удачи, я желаю, чтобы он стал чемпионом. Но, как спортивной точки зрения, да, реванш любому интересен, реванш. Если ты кому-то проигрываешь, тебе по любому реванш интересен. Поэтому вот так, поэтому я тогда на Чимаева сейчас не смотрю. Я же говорю, там, если он чемпионом будет, я буду претендентом до такого уровня. Если это будет, может, что-то там получится. А так сейчас ходить, говорить мне, дайте реванш Чимаеву, я не собираюсь. Будет, будет, нет, нет, мы идем дальше, у меня своя карьера, у него своя карьера. Мы знаем, что в среднем весе очень много сильных пацанов. Надо усердно тренироваться, надо готовиться, надо выигрывать всех. Угу. Понял. У меня еще пара таких отвлеченных вопросов. Я просто тут неделю назад буквально из отпуска из Дагестана вернулся. И вот мне интересно твое мнение. Как считаешь, насколько Дагестан, в принципе, готов сейчас к потоку туристов? Потому что их наверняка сейчас стало намного больше. Слушайте, я сейчас последние два лета не был в Дагестане. В 2021 году я здесь был, оба, весь летний сезон. Я еще не видел, что там происходит, когда туристы бывают. Ну, говорят, напряженка бывает, но слишком много людей бывает для Дагестана. Сейчас поеду, посмотрю, да, как там обстановка, что там будет, как будет. Я такой человек, я люблю спокойствие, чтобы все было спокойно. Особо суету не люблю. Ну, то есть напрягает, когда много, да, отдыхающих ходит по улицам? Ну, много отдыхающих, пробки в городе сильные, много суеты везде, это, это, это. Много разных людей приходит. Чуть так, да. Когда спокойно бывает, и на душе спокойно бывает. А для людей, которые вот только планируют Дагестан отправиться, ты бы какие посоветовал там, допустим, три места, которые точно нужно в Дагестане посетить? Людей, которые приезжают в Дагестане, я посоветовал бы уважать дагестанские обычаи, уважать нашу культуру, вести себя подобающе, не провоцироваться, не делать провокаций. Посещать нас много мест, очень много мест у нас там в Дагестане, мы знаем Дагестан очень красиво. И горы есть, и море есть, и Леана, и лес есть. У нас там, что хочешь есть. Поэтому приезжайте, ведите себя достойно, не делайте плохие вещи. Будем только рады. Продолжение следует... Продолжение следует...